Субтитры делал DimaTorzok В этом бою, здесь, кстати, один из типов, точнее, один из участников, мне кажется, очень близок к Hell in a Cell бою Нет, это не Гробовщик, нет, это не Кейн, но, в общем, этот участник близок, наверное, ближе к экстриму Но вот к Hell in a Cell я тоже его готов отнести очень даже, ну, так скажем, со смыслом Это не Коди Роудс, но все равно Ну, в общем, ладно, начнем по порядку Коди Роудс, первый выходит у нас на ринг, вот такая вот у него атирочка Я прям какой-то задор этих атирочек, мне нравится, когда перекрашивают свои атирочки участники Забавно, вот такая вот Коди Роудсом у нас играет Вова Романов Вот, и второй участник, вот, про которого я говорил, это Миг Фолли Тот самый Миг Фолли, которым был выигран прошлый турнир На этот раз им играет не Макс Юсиф, Макс Юсиф свой бой сыграл уже На этот раз Мигом Фолли играет Александр Панфилов Вот такое вот у нас сегодня противостояние Миг Фолли против Коди Роудса Александр Панфилов против Вовы Романова Hell on SL, бой, первый в нашем четвертом турнире Поехали Ну, у Фолли, я не знаю, это атирка дефолтная или нет, просто перекрашенная Короче, ладно, фиг с ними, с этими атирками Давайте к бою Кто же сразу начнет, может быть, доминировать А может быть, у нас начнется просто раздача туда-сюда-обратно Как знаете, в футболе без обороны, без центра поля Просто туда-сюда, туда-сюда И здесь тоже, наврожу, 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 наврожу Вот такие вот я люблю мочилу И вот, кстати, почему-то Hell on SL в бой вступил в бой, да, так скажем Тавтологично я как-то и дерьмово сказал Ну, в общем, и мне сразу Ого Оу, полетели у нас обучастника вниз Ну, Фолли-то на ногах, а вот Роудс нет И мне сразу, в общем, пришла в голову мысль Как раз к выходящей Ох, 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 перевернулся Коди Роудс, обстил степс, ударившись У нас, ну, в общем, пришла в голову мысль К выходящей как раз-таки ТОК-15 Я очень хочу, чтобы Вели, наконец-то, столы Засунули их В этот самый бой Ну, вы представляете, да Чувак стоит за канатами Разбегается на него Еще один Делает ему спир Тот улетает Врезается сначала в клетку Потом падает еще и на стол Вот это было бы реально круто Ну, вот сюда нужно вводить столы Ох, какой бросок Мика Фоли Блин, ребята Ой, если бы он еще прыгнул Мне кажется, он бы Сам еще ударился Об эти стил степс Еще удержание уже Ну, в принципе После удачных моментов Нужно делать пины Даже иногда, знаете Для создавания такого Боя Правдоподобия В бою Правдоподобия То есть Вы сделали что-то удачное Делаете пин Но можете даже сами отпустить Ну, ладно Это реально Придает бою Какую-то зрелищность Такую правильность Так скажем Прыгнул у нас Коди Роудс На Мика Фоли Тут реально идет Размен ударами Что с одной Что с другой стороны Ну, в принципе Размен ударами Уже сам Подразумевает Что с другой Что с одной Что с другой стороны Да, что же я Заговариваюсь-то В общем Ладно Мик Фоли Это чего? Это с коленов табло На, вносяру Получай Коди Роудс Ну, в принципе Я ни за кого не болею Я уже говорил Об этом Я болею за себя Учитывая тот факт Что я еще остаюсь В деле В общем, вот У нас улетел Коди Роудс Если бы там был Сол, было бы еще круче Прыгать Мик Фоли Неудачно Можно пользоваться этим Коди Роудс И он Башкой вот так вот Втыкает Мика Фоли Уа, у нас там Смотрите Просто дабстеп Какой-то происходит Вот внизу Кто-то там Трогает Стилсепс У нас В общем, ладно Нормально Качает вообще музон А в это время Прилетает Мику Фоли В табло Другой Лесенкой Железной Тут реально у нас Короче, качает у нас тут Стилсепс Видим Мик Фоли Полез под ринг Ничего не нашел Стул Я даже не знаю Где стуль Отличный Скуп слэм От Коди Роудса Пиночек такой Под спину В спину Точнее под лопаточки Ну, в общем, ладно Интересно мне Сегодня будет ли у нас Разбита в этом бое Клетка А то Мик Дроп Провозит Фоли И получает Дроп Кик от Коди Роудса Хочет прыгнуть Коди Удачный ли этот момент? Нет, не очень удачный Для него Это был Дроп Кик В никуда И удержание Сразу от Мика Фоли Раз Ну, что-то как-то Видим Я не знаю Может быть Пытается он Создать как бы Такую вот То, о чем я говорил Да, то есть Зрелищность И правдоподобие к бою Но Что-то мне начинает Подсказывать Что это Больше проявление Желания победить Нежели Какой-то Какая-то попытка Создать что-то Ну, в общем, ладно Смотрим Мне Вообще, какая разница Я судья Хотя Во мне борется И судья И комментатор Если бы я был Просто судья Я бы хотел Какой хороший ринг Ой, там что-то происходит Там что-то происходит Не, нормально Ребята гуляют Отчеты здесь не нужны Халявная работа Побыстрее бы домой Побыстрее бы домой А, что-то происходит О, нет, нет Там же пинов-то нет За пределами ринга Но это я как Как рефери думаю Я не знаю Как они думают, конечно Так, что подсказывают Вухо Сейчас должен быть экшен Будь внимателен Ага, ладно И в натуре Походу Готовится экшен Это 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 минус клетка Слушайте А мне реально подсказали Вухо правильно Отлично Я люблю Когда ломаются клетки И полез наверх У нас миг фоли Полез наверх Да Эх Эх Эти заговорки Не слушайте меня Когда я заговариваюсь Посмотрите на свои шторки Я уверен У вас дома Восхитительные шторки Я прям вижу их Если у вас их нету Может вам сшить Ладно, шучу Бредовые шутки У меня не очень внимания Я тоже хочу наверх Сейчас должна была быть Российская шутка Но Я не буду Это же добрый турнир Так Ооо Кто-то походу Сейчас полетит вниз Кто же это Ох Опасно Опасно Сейчас идет борьба Реально Такая нервная За полет вниз Кто кому Заплатит деньги Чтобы Улететь вниз И с какой стороны И на что На ринг Либо даже на стол Вот такая вот у нас Кипишня Сейчас происходит на ринге Вот еще кстати Как можно использовать столы Поставите вон там Вместо комментаторских Два Друг на друга И еще рядом Два Друг на друга И скидывайте Кровь мясо кишки В общем ладно Ой-ой А Коди Роудс Если бы мог повернуть Вот жаль Что он не может Поворачивать Вот по-моему В этом приеме В нужное русло Своего соперника Так бы я думаю Они бы улетели вниз Ну кто его знает Оооо Фоли Фоли Опасно Походу Мигфоли Полетел Вниз Ох Ты же Он еще И не попал На стол Давай я попаду Ой Хорошо что я Не прыгнул Коди Роудс Бьет невидимку И Сам чуть не упал Давайте я узкий прям жопой у не ну как капец вот так вот прыгнуть это будет жесть так можно себе ягодицы нахрен выбить не попал миг фоли на стол так наверное еще больнее на стол было бы эпичнее наверное ностальгичней если правильно я так выражусь но это неправильно отстанет меня фоли не дави меня взглядом я просто нейтральный крип парень который судит матча как здесь вы как здесь высоко это снова включились мысли рефери так наполовину у нас уже сломано клеточка наверху ринга на верхней ее части и сейчас может быть кросс роуз и как раз полетит кто-то вниз а кто летит миг фоли это было круто это было реально хорошо я похлопаю коди роуз он сейчас сам по-моему падет зря он так бьет нужно нажать да нужно нажать l1 чтобы спрыгнуть ой ловите меня я уже думал на миг фоли щас прыгнул мне нормально хорошо было со стороны коди роуза нужно сделать удачный прыжок так это прыжки которым об которых я вам говорил который прыгай не прыгай все равно не попадешь как были не лежал хорошо соперник но в общем роуз нужно было хотя бы сделать попробовать спин я думаю так было бы правильно для боя в любом случае клетку нас сломали сверху они скинули на стол скидывали то скидывали но на комментарий стол не попали джерри лоулер и майкл колл очень рады этому событию видите аж присели типа ура ура у нас есть столы о почему зависла ага и попал ведь миг фоли а это было бы очень круто и вы видели как он его кинул и он прямо бы рожей на стол упал это было бы реально эпично лично для меня это был бы момент реально awesome здесь уже до этого многое зависало я стараюсь все вот эти бои где зависают нарезать ну как то обрезать так чтобы было все нормально и когда зависает я обычно не говорю чтобы подстроить все отлично в общем у нас идет очередная борьба за разбитие по ходу клетки тут еще есть ячеечки где которые могут пол проломиться так наполовину уже они сломаны сломаются ли второй раз да ладно да ладно упрям в яму скинет ну жаль конечно что сначала как-то подзавис на этой клетке а потом только начал падать а так было бы если бы он сразу улетел это было бы вообще жесть и красиво было бы и пин конечно же нужно делать пин кодироваться раз два нет серьезный капец вот зависла как раз на когда я уже нажал 3 я думал это все кодироваться провод кросс роутс еще одно удержание раз два три это победа коди вот реально вот только что прямо зависла вот я уже я нажал крестик 3 и фоли вырывается после зависания это было для меня лично прям ну шоково я думал он проиграет но он и так проиграла в общем хорошо все было вот очень грамотный нельзя мне так показалось что это очень грамотный бой по крайней мере от обоих участников но больше конечно от кодироваться вот все как-то закономерно да и финишер есть и все такое типа скинул вниз чувака сигнатурой делаешь ему пин он вырывается поднимаешь его проводишь финишер все this is over и все и уходишь счастливый победитель как счастливый победитель но мне наверное радоваться здесь не стоит объясню почему я думаю некоторые могут догадываться если у вас памяти все хорошо но у меня самого не хорошо поэтому я все себе записываю и поэтому я знаю почему мне не нужно рада радоваться а знаете почему а потому что кодирус выходит на меня то есть кодирус в следующем круге у нас встретиться с арт-руфом и вове романову который проходит во второй тур немножко так скажем повезло потому что у него будет нестандартный бой нестандартный в плане относительно остальных участников ну не считая меня конечно же вот какой это будет бой я не знаю какой нибудь за бацами каких у нас еще не было может быть это будет какой-нибудь ну этот типа с горящими канатами тип боя но я не знаю там мне кажется много особо не показать в этом инферном матче поэтому посмотрим какое я придумаю может быть за лестницу лестница это дело такое у нас ну смысле за чемоданчик ну короче ладно я тогда буду под это жевать козер овц которым играл вова романов выходит следующий тур и встретиться с арт-руфом со мной и александр панфилов покидает наш турнир и миком фоли мик не смог ему принести удачу как это он сделал в прошлом на турнире у нас максу юсиву но видимо все дело в скилле иначе я не могу ничего сказать но хороший бой лично мне понравилось жаль что и получилось попасть скидов скинув чувака вниз на тейблс ну смысле на комментарии столы а так все круто говорим спасибо александр панфилову за участие в турнире и поздравляем вова романова с выходом в следующий тур с вами был максон это была 11 часть 11 бой нашего четвертого турнира по даби токей 14 всем покеда череку и спер и слева вверх делать не хрен не